Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Добрый день. 13.07 на часах. Меня зовут Владимир Сметанин. Приветствую вас. Прямо сегодня у нас какой-то эфир контрастов. Предыдущие два часа у нас три дамы были в студии, а сейчас трое мужчин, но четверо, если учитывать нашего звукорежиссёра. Представляю с удовольствием гостей студии. Валентин Пугач, ректор Ветского государственного университета. Валентин Николаевич, добрый день. Добрый день. И Александр Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Добрый день. Как начался сегодня день? 1 сентября, где идёт Валентин Николаевич? День сегодня начался с подписания соглашения между правительством области, университетом и вновь созданной структурой в правительстве Кировской области. Это центр трудоустройства студентов. Это впервые такая структура создаётся? Да, да, да. Это в дополнение к службе занятости. Сейчас у нас специализированная маленькая организация есть, которая будет заниматься анализом взаимоотношений всех потребностей работодателей Кировской области, при том всех отраслей, и анализом как высшие и средние учебные заведения нашей области обеспечивают кадрами всех наших работодателей, все отрасли. И, соответственно, будет глубокий анализ осуществляться. После этого будут определяться, какие отрасли в наибольшей степени нуждаются в молодых специалистах. Будут подписываться соглашения о выплате областных стипендий студентам, обучающихся в средних и высших учебных заведениях, с гарантией, что они будут потом трудоустраиваться как раз у этих работодателей. Интуиция мне подсказывает, что этому предшествовала большая, серьезная, кропотливая работа. Безусловно. Это не одного дня такое решение. Безусловно. Это такой уже сухой остаток многих анализов, обсуждений, предложений. И, соответственно, там Курдюмов, заместитель губернатора Дмитрия Александровича и министр образования Кировской области, они, обобщив все пожелания, которые звучали и от работодателей, и от предприятий, и от молодежи, встречи были со студентами, они приняли решение такую службу создать, я считаю, очень своевременно. Нам нужно закреплять лучших молодых специалистов, чтобы они не только после школы не уезжали, чтобы они и после окончания вузов и СУЗов оставались в регионах, в своих районах, и работали на предприятиях тех, где они в наибольшей степени нужны по специальности. — Ну, еще один вопрос задам по поднятой нашей теме. Все-таки тема интересная, я думаю, отдельно стоит об этом поговорить. Чуть позже, насколько это долгоиграющая вообще и перспективная тема? — Именно задача и обсуждалась, что нужно играть в долгую, что нужно строить такую долгосрочную стратегию насыщения кадрами экономики региона, молодыми кадрами. — Каждый студент окажется под этой заботой, под этим вниманием? Нет, не каждый, только самые лучшие. — Во-первых, только самые лучшие. Во-вторых, только по тем специальностям, которые наиболее востребованы будут. Соответственно, и СУЗы, и ВУЗы должны очень гибко реагировать на пожелания работодателей. И вот и с теми, кто изъявил желание, готов и может работать, с ними будут подписываться соглашения о трехлетнем контракте, грубо говоря, по отработке на тех предприятиях и на тех муниципальных образованиях, где они будут, а за это они будут получать повышенную губернаторскую стипендию. Это очень правильно. — Но я предлагаю посвятить все-таки этому отдельную программу, да, конечно же, когда будут первые уже практические шаги. — Да, Александр Владимирович, вы тоже лицо заинтересованное. Два слова буквально скажу о том, что в настоящее время мы с коллегами у Валентина Николаевича прорабатываем вопрос о том, чтобы лучшие IT-специалисты приходили в сектор госуправления. И сейчас мы готовим, прорабатываем решение в отношении ребят, которые закончили университет в прошлом году, и с тем, чтобы предложить им варианты трудоустройства. И мы начнем с Министерства информационной технологии и связи, а в нашем министерстве... — А вы испытываете некий дефицит в таких специалистах? — Нам нужно лучшие IT-специалисты. — Лучшие из лучших. — Самые сливки. — Именно так. — Иначе они свои задачи, которые ставят перед собой планы, они не реализуются со слабыми специалистами. А IT-отрасль, кстати, у Александра Владимировича еще сложнее в его министерстве, потому что специалисты IT-сферы без проблем находят себе работу в бизнесе на очень хорошие зарплаты. Даже молодые специалисты, кстати, мы проводили у себя анкетирование. Самые трудоустроенные студенты, не получившие еще диплом, после второго-третьего курса... — Это IT-шники. — Это IT-шники. — Где-то более половины уже где-то работают. — То есть тут просто огромный вакуум, да? — Поэтому заманить ему на скромную зарплату государственного служащего, мега-специалистов, там за ними в очередь уже стоят наши и IT-компании кировские, и просто крупные предприятия, где есть свои IT-службы, там в очередь стоят. — Я думаю, что сейчас ни одна крупная уважающаяся компания, все они прекрасно понимают, что не развивая эту отрасль, да, именно IT, просто невозможно двигаться вперед. — Они не конкурентоспособны будут. — Да, конечно. Вот мы плавно переходим таким образом к нашей основной теме. Тема очень интересная, важная, серьезная. Интуиция подсказывает, что она одна из приоритетных, видимо, да, сейчас у нас в рамках страны становится. Буквально недавно, в конце июля, стало известно, что по поручению президента Владимира Путина была разработана и утверждена программа под названием «Цифровая экономика Российской Федерации». Кое-какая информация уже в СМИ об этом появилась, и в рамках вот этой программы утверждены уже пять базовых направлений. Это нормативное регулирование, кадры и образование, собственно, да, Валентин Николаевич, ваша сфера, да, подготовка IT-специалистов, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. Вот очень такие серьезные слова, серьезные направления. Их только перечислять долго, и каждая из этих сфер – это целый мир. Давайте подробно сейчас будем разбираться. Начнем, собственно, с базового понятия, что же такое цифровая экономика Российской Федерации. Александр Владимирович. Давайте, да, я кратко расскажу. Цифровая экономика – это экономика построена на использовании цифровых данных при создании любых продуктов, любых услуг. Для граждан, например, это что должно означать с точки зрения, например, получения госуслуг, потому что основное взаимодействие здесь идет у нас граждан, это взаимодействие при услугах. И хочу сказать о том, что, к примеру, как должно быть. Ну, к примеру, у меня недавно, там, 3 месяца назад родилась дочка. Как должно быть, как должны работать госуслуги? Да, спасибо. Как должны работать госуслуги? Они должны быть проактивными. Мне должна прийти, собственно говоря, информация о том, что, собственно говоря, там, Александр Владимирович, поздравляем сражение дочери. Вы можете получить набор тех двух услуг. Я должен поставить там по СМС, либо там в мессендже, где угодно, там, галочки, я хочу их получить или нет, и они должны уйти и работать таким проактивным образом. То есть, собственно говоря, работают алгоритмы. Родился человек, то есть сразу же система тебе присылает. Все, она видит. Средство рождения хотите, хотим. Записаться в детское учреждение образовательное хотите, хотим. Тут же записываем все услуги получим. Именно так. Работают алгоритмы. Не работает не человек, работают алгоритмы. Притом это должно осуществляться от рождения до смерти человека. Ну, так, грубо говоря. Дового, если быть реалистами, в течение всего жизненного цикла человека, по аналогии с продукцией, он должен быть в поле зрения государства, и государство в фоновом, незаметном режиме должно проводить различную работу по учету, обмену информацией, получению информации от человека и к человеку. И, соответственно, набор государственных услуг, и те, которые есть, и те, которые еще не созданы, но уже запланированы, и те, которых вообще еще только надо придумать. Чтобы человек по максимуму был освобожден от необходимости ходить, собирать справки, куда-то чего-то там передавать, их стоят в каких-то очередях и так далее. Да, именно так. И причем в настоящее время, вот если вы посмотрите в прямом виде, в настоящее время тема, связанная с госсектором, с сектором государственного управления, она в настоящее время отсутствует в самой программе цифровой экономики, но она, собственно говоря, там уже строкно начитается. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будут внесены изменения и отдельно появится раздел, собственно говоря, госуправления. Почему? Потому что, на мой взгляд, там нельзя нарастить мясо, если не будут скелеты. А скелетом, собственно говоря, всего развития является, конечно, там сектор госуправления. Что еще означает цифровая экономика для граждан? Мы же сказали, что с точки зрения госуправления, это умная информационная система, это алгоритмы. Что касается реального сектора экономики, это искусственный интеллект, это робототехника, это интернет вещей. Вот основные ключевые направления, которые здесь должны быть сделаны. Исходя из такой потребности цифровой трансформации, вообще, собственно говоря, в ближайшее время будет, действительно, сегодня коллеги говорят о новой технологической революции. То есть сегодня колоссальные изменения должны пройти по всем направлениям. И почему важно, что огромная вам большая признательность за то, что мы сегодня, с одной стороны, представители органов власти, а с другой стороны, руководители сегодня опорного университета Кировской области. Без науки, без опорных университетов ни одному региону с этой задачей не справиться. И, собственно говоря, те посылы, которые сегодня есть у бизнеса, у реального сектора экономики, они опережают готовность сегодня госсектора. И сегодня именно вот такой прорыв мы можем обеспечить, технологический прорыв, прорыв госуправления мы можем обеспечить только работая вместе с опорным университетом. Ну, а мы, соответственно... Трудно поспорить. Да, здесь абсолютно верно. Другой вопрос, что как у меня, как у ректора, болит голова, какие изменения необходимо сделать в учебном процессе, какие изменения в учебных планах, притом не только в айтишных специальностях. Это вам все самостоятельно придется продумывать и разрабатывать? Конечно, это стратегия университета. Помощи не откуда мы ее должны уязвить. Не, ну помощь какая? У нас вот регулярно, министерство образования, собирает на различную учебу, на круглые столы, на совещания, на предмет того, что у нас спрашивают, как вы собираетесь реагировать на изменения требований времени. И, соответственно, учитывая, что образование, высшее образование профессиональное, это такой инерционный процесс, надо подобрать кадры, нужно разработать учебные планы. Программа реализуется в течение 4-х либо 6-ти лет, бакаларуская, магистрская. И результаты нашей работы, наших изменений будут заметны только через 4-6 и большее время. Соответственно, если мы сейчас оперативно не начнем со своими коллегами и с органами госвласти обсуждать и планировать какие-то изменения в учебном процессе, если мы сейчас это не будем делать, то мы будем отставать хронически. Мы будем готовить специалистов прошлого, а не специалистов будущего. Поэтому мы встречаемся каждую неделю. Я понимаю, что вы плотно достаточно работаете, конечно. Давайте небольшую паузу сделаем, через полминуты продолжим нашу беседу. Продолжается наша беседа с Валентином Пугачем, ректором Бевятского госуниверситета, и Александром Зориным, исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была недавно, буквально 3 недели назад утверждена. Все это уже опубликовано, и мы пытаемся поговорить, будем говорить обо всех нюансах реализации этого проекта. Хочу спросить, а мы, простите, не запаздываем с реализацией всего этого? Может быть, это нужно было делать раньше, намного раньше? Валентин Николаевич. В какой-то степени можно говорить, что мы в чем-то опаздываем. В какой-то степени, например, то, что у нас традиционно в нашем университете были очень сильные айтишные факультеты, и мы готовили федерального и мирового уровня специалистов, которые пользуются авторитетом и являются ядром всей информационной структуры. В этом плане мы работали давно и своевременно. Жизнь меняется каждый день. И тут очень важно самим нам всем меняться каждый день. Если это делать адекватно, видите, мы немножко там, бежать вперед сложно, потому что многие профессии, многие компетенции, которые сейчас востребованы, они 10 лет назад, их вообще не существовало. Не существовало интернета и вещей, не существовало бигдейт, не существовало блокчейн, не существовало криптовалюты, электронных денег. Темп жизни настолько быстро и ускоряется, и новые явления появляются. Да, новые явления появляются только сейчас. И поэтому запланировать 10 лет назад, что нужно готовить было специалистов по этим направлениям, мы не могли. Потому что это только футурологи и фантасты об этом только говорили. А сейчас это уже и присутствует, пока не доминирует в каких-то вещах, но будет точно развиваться. Поэтому наша задача понимать, чему учить студентов. Вы сейчас объективно представляете, что от вас потребует включение, участие в программе, насколько вы готовы к этому? Нет, не до конца. Не до конца? Не до конца. Нужно обсуждать это с коллегами, с внешними, нужно обсуждать это внутри коллектива, нужно думать, ну хорошо, мы будем понимать требования, чему учить студентов, а что мне делать с преподавателями, которые учились 10, 20, 30 лет назад. Мне же их нужно сейчас переучивать, повышать квалификацию. Перезагружать тоже. Перезагружать. А люди не всегда это готовы делать. Это непростая задача. И тут очень важно, с одной стороны, меняться, с другой стороны, не сломать школу, традицию. Математика, понятно, что она вечная, и она будет всегда. И языки программирования меняются, а математические инструментарии остаются. Поэтому здесь сочетание традиций, классики, фундаментальных знаний и инноваций. Очень непростая задача. Александр Владимирович, давайте все-таки еще вернемся к тому и конкретно поговорим о том, а что конкретно человек получит в результате реализации этой программы, в результате вот этой цифровой революции. Вот что сейчас наши слушатели услышали. Смотрите, вот с коллегами тоже. Вау сказали, здорово. Мы хотим это как можно быстрее и готовы всеми силами способствовать. Что для конечного жителя Кировской области должно это означать, как и для любого гражданина Российской Федерации, в целом, это повышение качества жизни. Это безусловно. Причем с точки зрения, допустим, вы знаете, там у нас сегодня в ряде европейских стран сегодня обсуждался проект, связанный как раз с максимальной производительностью А в реальном секторе экономики, в Б в государственном секторе экономики. И обсуждался проект, и эксперимент проводился такой, если я не ошибаюсь, он назывался так вмененный доход. Там, собственно говоря, не работаешь, а доходы получаешь. Сказочная история о том, почему? Потому что роботы приходят, потому что приходят алгоритмы, которые создают непосредственно тот конечный продукт, который нужен. Соответственно, собственно говоря, идет сокращение ручного труда. Когда идет сокращение высвобождения... Во всех отраслях народного хозяйства, как по-старому говорили, притом в таких, казалось бы, высокотехнологичных, банковский сектор, торговля, я не говорю про промышленные предприятия, очевидная тенденция последнего десятилетия это вытеснение человека из всех сфер рутинной такой механической работы. И умственной, и физической. Соответственно, безлюдные фабрики, сокращение персонала в банках, в магазинах, интернет-торговля, торговые центры будут безлюдные, если они вообще останутся через 10 лет. То есть все в онлайну, и сельское хозяйство тоже стало. И высвобождаются люди. Чем люди-то будут заниматься в этом случае? И вот в крупных таких промышленно развитых странах встал вопрос, а чем будут заниматься высвобожденные люди? Да, кто-то уйдет в сферу сервиса. Но я не думаю, что... То есть обслуживание? Обслуживание, обслуживание, значит, искусство, развлечения. Вот такие творческие вещи, где роботы еще нас не могут заменить. Но это в таком количестве сфера услуг не примет всех высвобождаемых людей. Чем эти люди должны заниматься? И вот там некоторые страны, типа Норвегии, Голландии, Швеции, они для себя приняли решение, что им выгоднее, проще договориться с обществом, и часть людей будут получать фиксированное жизненное содержание ежемесячно, за то, чтобы они ничего не делали. О как! Да, именно так. Сложно пока представить. Причем, знаешь, исследование направлено на то, что, грубо говоря, 2000 долларов ежемесячный доход, и что люди с этим делают? Как они проводят свое время? На что направлена, собственно говоря, их энергия? Да-да-да. Ну, кто-то будет тратить на путешествия, кто-то будет себя самореализовывать в творческом плане, а кто-то пойдет наркотики покупать, грубо говоря, от безделий, и начнет деградировать. И эта проблема есть. Ну, я не думаю, что у нас такая ситуация прям возникнет завтра, но то, что сокращение в результате внедрения новых технологий на предприятиях и организациях будет происходить в ближайшие 10-15 лет, это очевидно, и к этому надо быть готовыми. И это мы в том числе будем наблюдать в нашем регионе. Слушайте, это наступит очень быстро, и почему нам сегодня важно вместе с опорным университетом просчитать все риски и, собственно говоря, решения на эти вызовы. Мы должны сегодня обществу дать решение на эти вызовы. Собственно говоря, сегодня что имеем в виду? Еще, не знаю, 10 лет назад у нас поля, которая там находится... Вы знаете, вообще, честно говоря, схема расселения, которая была в советское время, они, грубо говоря, берет южные районы или северные районы, населенные пункты, они рассчитывались, в том числе и производственная база рассчитывалась из того, сколько они смогут создавать, обрабатывать там земель, ну, если сельскохозяйство берем и так далее. Вот это агломерация вокруг населенного пункта. Да, именно. А сегодня, собственно, трактор с Кирова приезжает, например, в Ужумский район и опахивает один. То есть производительность немеренно возросла. Тогда вопрос заключается в том, что, а что делать людям, которые там сегодня живут? И мы в свое время не дали ответ на этот вызов, но сегодня он стоит еще острее. И сегодня, собственно говоря, там, завтра роботы все это будут делать. Роботы, собственно говоря, там, роботы, да, там, выезжают, собственно говоря, там, Апафия от поля своевременно все это делает, несмотря ни на то... Запрограммировали его, он трудится. И это вот-вот оно пройдет, и на мой взгляд, конечно, не 10-15, но 5-7 лет. Мой прогноз — это 5-7 лет это все вот-вот-вот выйдет. У нас сегодня, собственно, ряд автогигантов сегодня, ну, не ряд, один автогигант, сегодня практически принял решение о том, что он переходит там на электро, собственно говоря, с бензиновых двигателей уходит на электродвигатель, а следующий шаг — это роботы. КамАЗ вы имеете в виду? Нет, не с КамАЗа. КамАЗ, нет, не КамАЗ. Да, и нас не странно. Но это все приходит очень быстро. И я уверяю, в ближайшее время у нас появятся тракторы, которые самостоятельно будут опахивать, собственно, гектары, сотни тысяч гектаров земель, и, собственно говоря, там пахать, перерабатывать, собирать урожай, и, собственно, создавать там конечный продукт для потребителей. И человек здесь будет, ну, просто минимально будет участие. И сегодня, если вы по программе цифровой экономики, когда говорим, основной спрос, который сегодня воздравляет на людей по людским ресурсам, это люди-аналитики. Люди, которые сегодня собирают, получают, которые сегодня принимают решения на основании анализа больших данных. Больших данных, да. И спрос на аналитиков. Именно вот здесь сегодня, собственно, научная школа должна сегодня перенитываться и дать сегодня рынку, и, прежде всего, госуправлению вот таких людей. Людей, которые готовы принимать решения в быстро изменяющихся условиях и с большим анализом данных. Ну, на примитивном уровне. Раньше в муниципалитетах, в органах власти региональных, федеральных, но начальники большие и маленькие, они принимали решения на основании ограниченного количества информации. Вот пришла докладная записка, в ней написано, что вот там надо строить новый водопровод в город. А сейчас информации очень много, информация самая различная, она противоречивая, ее нужно, там, невозможно переварить, все прочитать. А иначе, если ты там не будешь, там, ну, правильно обрабатывать эту информацию, ты будешь принимать неправильные решения, которые будут приводить к серьезным последствиям. Научить людей работать с большими данными, это непросто, этому нужно специально учиться. Да, есть алгоритмы уже электронные, которые позволяют из вот этой разной противоречивой информации улавливать тренды, тенденции и подсказывать людям, принимающим решения, на что они должны обращать внимание, какие факторы будут воздействовать в ближайшее время. Это мы такие фрагментарные... Я, вы знаете, сейчас приводим примеры. По-доброму внутренне улыбаюсь, я вспомнил замечательное творение Носова «Незнайка в солнечном городе», я недавно читал его ребенку своему, когда они приехали туда, в этот солнечный город, и там все автоматизировано, и вращающиеся дома, не надо искать нужный подъезд, он сам к тебе повернется, этот самый дом. Кстати, умный город, один не поехал. Да, кстати, умный город, один из проектов этой программы, и там, соответственно, черт ногу сломается. А подробнее можете рассказать, хотя бы в деталях? Ну, после давайте рекламу небольшую. Продолжим скоро. Сегодня мы рисуем такую лучезарную светлую картину недалекого уже будущего нашей жизни, цифровая экономика Российской Федерации, что она предполагает, и что будет реализовываться у нас в регионе. Она не факт, что она лучезарная, она просто другая. Это Валентин Погучин, я помню, ректор Вятского госуниверситета. И вот эта лучезарность, она будет в случае, если мы успешно справимся с этими задачами. Потому что если... Кстати, простите, вот да, мы поговорили о том, что люди смогут заниматься более, не знаю, любимыми ими вещами. Если они себя найдут в новой экономике. А от них-то что-то потребуется? И что будет с теми, кто... Ну вот никак не сможет перестроиться на новые рельсы. Ведь будут такие обязательные люди? Будет формироваться, будут меняться соотношения. Ну, знаете, вспомните, в 80-е, 70-е годы, кто... Ну, 80-е я еще помню, 70-е нет. Кто был самый уважаемый человек в обществе, в городе? Ну, представитель инженера, представитель ученый, нет? Нет, нет, нет. Простой рабочий? Нет. Мясник, значит, на рынке. А, который мог достать... Заведующий магазином, значит, каким-то завскладом, у которого были дефициты, к нему ходили, это уважаемый человек, ему давали, значит, билеты в театр, его приглашали на торжественное собрание, его сажали на самый... Там, механик автосервиса, который тебе машину может... Смотрите, а сейчас это как бы... Это элита? Нет, сейчас не элита. Сейчас, наверное, там какая-то другая элита. Можно поговорить на эту тему. А вот кто будет элитой в обществе, уважаемым, востребованным с точки зрения зарплат, там, преференций, значит, проблем с карьерой? В этом смысле элита. Кто будет через 5-10 лет? Это совсем другие люди. Это те люди, которые быстро адаптировались к вот этом цифровой экономике. Притом цифровая экономика, она же строится не только потому, что мы ее будем строить. Жизнь сама к нам придет. Другой вопрос. Это будут западные решения технологические или наши отечественные? Мы будем платить... Это принципиальная разница? Конечно. Мы будем платить Майкрософту, значит, за Windows и, значит, и производителям компьютерной вычислительной техники или программных продуктов за границу, или будут наши отечественные компании, мировые лидеры? Да, именно так. И они будут, значит, платить деньги в бюджет, зарабатывая миллиарды. Ну, собственно, револьверы и снова в науку, да, запускаем новые продукты создаем. Безусловно. А раз это будут, да, поступления в бюджет, это будут уже к обвложению государства в развитие образования и науки. И все-таки возвращаясь к вопросу, да, что будет с теми, кто не сможет перестроиться. И вот нынешние взрослые люди, это они уже будут, ну, каким-то образом уже потеряны и больше. Тут нужно будет делать ставку на молодое подрастающее поколение вообще. Не высшая школа только затрагивается. Общая среднеобразовательная школа, лицеи, гимназии. По поводу образования сложная вещь, вы сразу затрагиваете. Конечно. Однозначно уже сейчас понятно, что учиться и получать новые профессии, новые знания или новые компетенции, если раньше можно было закончить в молодости институт и всю жизнь работать, накапливая профессиональный опыт, и ты становился все более лучшим специалистом. То сейчас, если ты каждые 5-7 лет не прошел переподготовку, повышение квалификации, не получил новое образование, высшее, среднее, дополнительное, не прослушал онлайн-курсы, то ты все более остаешь от реалий, и ты становишься неконкурентоспособным. Поэтому те взрослые, те старшие поколения, которые... Ну, смотрите, у нас же ажиотажный спрос и в университете, и в городских, и в областных проектах университет 2-3 возраста записываются с удовольствием. То есть продвинутые пенсионеры, взрослые люди, старшее поколение, они понимают, что без этого нельзя. И они уже, там, очень многие пользуются госуслугами, электронные почты, новости читают, регистрируются себе в поликлинику через интернет и так далее, и так далее. Ну, там, это конкуренция. Кстати, добавлю, вот на прошлой неделе как раз с Алексеем Козыревым, это заменится Минкомсвязи, разговаривали как раз о реализации информационного общества и готовности Кировской области к реализации проекта госпрограммы цифровой экономики России. Мы встречались, у нас рабочая встреча, то есть раз в год мы проводим подобные встречи с точки зрения подведения итогов и перспектив на будущее. И как раз один из моментов, которые будут, точнее, два ключевых момента, которые коллеги у нас в Москве отметили положительно в Кировской области. Первое, это, дословно практически говорю, это крутейший проект по повышению компьютерной грамотности, с одной стороны, потому что сейчас, если вы посмотрите... Порядка 100 тысяч человек уже прошло, да? Более 100 тысяч, да, да, да. И у нас сегодня, смотрите, у нас в рамках проекта госпрограммы цифровой экономики, дорожную карту, когда там смотрите, там как раз одно из направлений, это направление непрерывного повышения квалификации населения Российской Федерации. То есть то, о чем я говорил... Что? Что имеется в виду конкретно? Ну, грубо говоря, то же, Валентин Николаевич, о чем я говорил, то есть постоянное повышение квалификации новых знаний. Учеба? Получение новых знаний. Как специалиста? Да, именно на безвозмездной основе. Как специалиста и как просто потребителя услуг. Да, готовность людей к цифровой экономике, получать цифровые услуги, собственно, создавать новые продукты и так далее. То есть он должен включиться. О том, что вы говорили, как люди должны включиться в эту программу, это направление, то есть этот вызов принят, угроза эта понятна с точки зрения, и сегодня по нее дано решение. И то, что сегодня Кировская область совместно с опорным университетом, в принципе, уже эту тему качают и свои решения дают, это очень здорово. Я надеюсь, что, собственно говоря, мы сможем, в том числе по этому направлению, поучаствовать не только, но в рамках госпрограммы, поучаствовать в эти решения не только для Кировской области, в целом для России. Посмотрим это дальше, такие решения будем обсуждать. Но компетенция приведена у нас, и уже опыт в решении этой проблемы у нас есть. Мы с 13-го года, масштабно с 14-го года начали давать вот эти, на безвозмездной основе, эти знания нашему населению. И, кстати, вот вчера буквально мы встречались с компанией Рубикон, мы запускаем, во-первых, мы тоже с ними сотрудничаем здесь. Да, компанией Рубикон, мы запускаем систему, собственно говоря, повышения цифровой грамотности населения по компьютерной безопасности, по кибербезопасности, тоже одно из направлений. Коллеги на безвозмездной основе готовят необходимый материал, разработают эту программу, мы ее запускаем. Я думаю, в дальнейшем коллеги с Фантином Николаевичем обсудим эффективность этой программы и, собственно, подкорректируем. Потом такие масштабные проекты, я думаю, запустим. Этим нужно заниматься. Это будут и занятия, и публикации всевозможные. Абсолютно верно. И причем офлайн, потому что у нас большинство населения, как мы там, о чем бы ни говорили, оно сегодня аналоговое. Они сегодня работают в офлайн, они сегодня работают с печатными изданиями. Поэтому через печатные издания их нужно готовить к тому, что, собственно говоря, заходя в интернет, тоже необходимое знание, навыки они должны здесь получать для работы. Ну и на базе сети центров «Мои документы» мы, собственно говоря, там компьютерные залы делаем. Сейчас, например, на бытовом уровне. Сейчас очень многие покупают, продают машины, земельные участки, личные вещи, обувь, предметы обихода через электронные торги. Специализированные площадки для этого есть много. Да, но делают ошибки, теряют деньги. Во-первых, да, делают ошибки. Появляются мошенники, их обманывают. То есть здесь тоже нужно знать. Надо учиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну понятно, что ты пересчислил деньги, тебе товар не пришел. Или отправил товар, тебе деньги не пришли. Ну и соответственно. Каждый день новости эти читаешь. Ну вот. Да, именно так. Поэтому такой проект мы сейчас запускаем. Кстати, хочу еще, Валентин Николаевич перебил, хочу еще добавить. Два направления, которые отметили. Это повышение компьютерной грамотности, цифровой грамотности, которую мы запустили раньше, чем запустила вся Россия. И, собственно говоря, рядом основ, методические рекомендации коллеги просят им направить. И, собственно, организационные все вещи мы коллегам направим. И я думаю, что они будут учтены. И наш опыт, положительный опыт Кировской области будет использован для всей Российской Федерации. Но еще, знаете, ключевой момент. В том году мы провели первый в регионе айтишный форум ГОСАЙТИ. И на самом-то деле мы говорили не столько и не сколько про ГОСАЙТИ, сколько на самом-то деле мы говорили про цифровую экономику. И коллеги, что еще отметили, вот Алексей Кузырев, чтобы отметил, он Кировской области один из первых регионов, который начинает с решения проблем, там, грубо, развития региона совместно с опорным университетом. Это прямо так. Прямо выстрелят эти отношения на системной основе. В Москве у коллег сегодня есть с точки зрения определенной проблемы. И вот такой подход, он правильный, как, собственно, положительный опыт для всей Российской Федерации, для других регионов. Он точно так же был там рекомендован и работает. Еще раз, сегодня там ни одна, ни один регион не сможет развиваться, если органы госвластия будут работать не совместно с опорным университетом. Именно опорный университет является носителем новой идеологии, философии, изменений, такой системной основе. Я правильно понимаю или неправильно? Программа есть, программа утверждена, но конкретные инструкции, детализация, она вот постепенно будет появляться или все? Дорожная карта же есть. Дорожная карта есть, а дальше будет, конечно, детализация более конкретная. Сейчас есть алгоритм поставленной цели, что мы строим цифровую экономику в России и прописан алгоритм, как мы будем к этому двигаться. Но что будет внутри, какие решения будут приниматься, безусловно, это по ходу жизнь будет сама выдвигаться. А сейчас мы можем уже в оставшиеся три минуты анонсировать первые шаги именно в нашей области. Ну, смотрите, они у нас на самом деле уже идут. Первое, что база есть, конечно, серьезно. Первое направление — это инфраструктура. Сегодня, понятно, сегодня вопрос, который и вы задавали в том числе, это вопрос сегодня развития, собственно, проникновения интернета, проникновения связи на территории Кировской области. В том числе, эта программа тоже предразумевает... Малое населенное. В 2025-й год, считаю, 97% российских домохозяйств должны иметь широколосный доступ в интернет через 8 лет. Я хочу сказать, Киров уже есть, но с точки зрения устойчивости, там модернизация больше миллиарда рублей, которые сегодня вкладывают ключевые операторы связи, федеральные операторы связи в Кировскую область, она позволит не только сделать проникновение, расширение географии, устойчивость интернета, качество сигнала связи. И сегодня не только ключевые малонаселенные пункты и автодороги, это ключевое направление. Причем, хочу сказать, это частные инвестиции. Ни копейки денег из областного либо федерального бюджета здесь не выделяется. И 1 миллиард рублей, это частные инвестиции, которые направлены на расширение. Те самые операторы. Да. И причем, коллеги о чем говорят. Для нас принципиально важным является то, что вы сегодня создаете равные, правильно открытые условия для предоставления новых связей в интернете в Кировской области. И при этом нужно понимать, что один из ключевых заказчиков федерации госсектора. А при госсекторе это открытость и конкурентоспособность. И мы сегодня вот эти условия максимально обеспечим, что дает возможность являться необходимым условием для того, чтобы операторы связи расширяли географию предоставления своих услуг. Это вот важно. С одной стороны, это, собственно, инфраструктура. Но ключевым направлением сегодня вот то, что говорил Валентин Николаевич, это, конечно, сегодня такая перезагрузка с точки знаний, которые мы сегодня даем по подготовке, как сказать правильно, человеческого капитала, людских ресурсов. Вот здесь. Потому что на самом деле мы сегодня здесь несколько отстаем от новых вызовов. И сегодня, но сегодня есть шанс, как мы говорили, с одной стороны это угроза, а с другой стороны это огромная возможность и для Кировской области, и для всей Российской Федерации сделать такой правильный с точки зрения конкурентоспособности в рамках экономики. За счет качества людей. Да, да. Именно так. Вот смотрите, школьники, которые там с гаджетами, с телефонами, с интернетом на «ты» гораздо лучше, чем мы с вами. Любого взрослого, да. Да. Они сейчас придут в школу, и из школы придут в вузы. Мы сейчас вот с коллегами обсуждаем. Скучные, неинтересные, неактуальные лекции, так они и смотреть, и слушать не будут. Потому что они могут посмотреть сейчас лучшие курсы онлайн бесплатные на русском языке, на английском, лучших мировых университетов. И если мы не сможем предложить им качественный продукт образовательный, то мы потеряем этих студентов, эту молодежь. Они будут учиться где-то не у нас. Но вы же сможете. Ну, все для этого сделаем. Ну, и знаете, ключевым, наверное, что еще хотел бы доставить направление, мы что создаем цифровой экономики? Ради цифровой экономики она не нужна. Конечным критерием является все-таки качество жизни граждан и устойчивость вот этого качества жизни граждан, населения Российской Федерации, Кировской области во времени. И именно здесь мы сегодня, собственно говоря, должны сделать серьезную, мощную перезагрузку по всем направлениям. Там реальный сектор экономики, госуправление. И в прежнюю очередь, и большую работу мы здесь проводим, перезагрузка в секторе госуправления. Мы должны сделать максимальную, повысить за счет алгоритмов, за счет цифровых решений, повысить в разы сегодня производительность государственного сектора управления. Максимально автоматизировать процессы, которые можно сегодня делать и нужно сделать без участия человека. И максимально оставить, ну, грубо говоря, в госсекторе лиц, которые принимают решения, и соответствующие дать им подготовку, дать им науки знания, наборные необходимые знания для принятия этих решений. Решений, причем они должны, еще раз говорю, устойчиво быть во времени. Правильное решение, устойчиво во времени. Сейчас вообще в современном времени, в современное время одним из главным ресурсов, кроме денег, инфраструктуры, являются деньги. Качество и скорость оказания государственных услуг. Мы все там спешим, мы гораздо, у нас нет уже времени там звонить и заказывать себе такси через оператора. Нам всем хочется нажать кнопочку, и такси к нам приехало. И так, от самых бытовых элементарных вещей до, ну, таких, в принципе... До управления государством. До организации всех государственных процессов. Причем, наверное, в будущем приедет просто там автомобиль без водителя, а живой водитель будет как дополнительно платная опция. Нет. Дорогая. Хотите живого водителя, доплатите, пожалуйста. А поговорить, да? Вот такая интересная беседа, спасибо большое. Истекает наше время. Валентин Пугач, ректор Вятского госуниверситета, и Александр Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. До новых встреч, всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»